Привет, меня зовут Михаил, я веб-разработчик, и этим видео я хочу начать серию уроков по CSS Grid. Методология Grid с точки зрения верстки, что это такое, как этим пользоваться, мы будем рассматривать от простого к сложному. Технология очень крутая, очень современная, но при этом некий порог входа в нее бывает достаточно высокий. Мы будем с разных сторон рассматривать эту тему, будем рассматривать со стороны слайдов, чтобы немножко по теории поговорить, будем рассматривать со стороны непосредственно кода, конкретных примеров, чтобы на практике тоже это пощупать. В данном случае нет задачи сделать CSS Grid за 30 минут, мы постараемся с разных сторон в течение какого-то количества видео эту тему рассмотреть. Также, если будут вопросы, оставляйте их в комментарии, постараюсь на них ответить в последующих видео. И в этом видео мы поговорим больше про такую штуку, как терминологию, терминология, какая используется в CSS Grid, что это такое, с чем нам в дальнейшем предстоит работать. Вот что же такое CSS Grid. CSS Grid это как раз некий стандарт в CSS, это не какой-то CSS 4 или еще что-то, ну, можно сказать, определенный модуль. Так как в свое время в CSS 3 появились трансформации, анимации, также в рамках CSS 3 появился и CSS Grid. Просто растянутый во времени, один стандарт CSS продолжает развиваться. И это система двумирной сетки, которая специально была разработана для того, чтобы размещать элементы. Что это значит? Раньше для того, чтобы верстать сайты, сначала использовали таблицы, чтобы у нас где-то была шапка, где-то был подвал, контент, боковая область. Все это было в таблицах. Затем стали использовать дисплей, даже не дисплей, а свойства float. Float left, float right. Обтекаемость некую. И за счет нее пробовали выстраивать сетку страницы. Затем стали использовать flex, технологию flexbox. В частности, 4-й бусттрап ее использует. Однако, ни одна из этих технологий, включая flexbox, не была изначально придумана и создана именно для сетки. Она создавалась немного для другого. Другой вопрос, как ее потом притравились использовать и, в принципе, хорошо использовать получается. Но вот Grid изначально разрабатывался именно как сетка для того, чтобы можно было позиционировать объекты на странице. Можно это делать как в рамках всего сайта, да, какие-то общие элементы, так и какие-то отдельные секции, сложно устроенные. Здесь очень удобно будет работать с адаптивом. Ну и все-таки приятно, да, нюанс, что это специально делалось именно для сетки. И, конечно же, когда речь идет о новой технологии, всегда первый вопрос о том, какой браузер поддерживает, какой не поддерживает. Так вот, у CSS Grid очень хорошая браузерная поддержка. Уже в 2017 году была поддержка большинства браузеров. Это были все современные на тот момент браузеры. Даже Internet Explorer 11 и 10 могут поддерживать CSS Grid при использовании префиксов. Есть нюансы при использовании в мобильных. И если быть точным, то в мобильных будет речь буквально в паре случаев. Вот на сайте caniuse.com, если забить Grid, то мы увидим более подробный список браузерной поддержки. Мы видим, что старый Edge тоже по префиксам работает, 10-й, 11-й Explorer. Ну, в принципе, все современные браузеры. Не работают кто? Да, Opera Mini, которая, в принципе, не очень дружит с новыми технологиями. И еще пару мобильных браузеров. Всего пару. При этом, если задаться целью, то на браузер, который у нас является мобильным, нам, в принципе, особо Grid и не нужен. Потому что на мобильных устройствах, как правило, блоки просто друг-подружки располагаются. И они могут иметь просто свойство DisplayBlock и будут располагаться друг-подружкой. То есть, в данном случае, Grid нам больше как раз нужен для чего-то большего, чем поддержка Opera Mini, QQ или Baidu браузер. Немножко терминов. Их будет не так много, но нам важно определиться с терминологией, которую мы будем в дальнейшем использовать. Первый термин — это контейнеры, которые, в общем-то, должны быть вам знакомы, если вы до этого верстали уже блоками, использовали будь-то флоуты, либо флексы. Может быть, просто Bootstrap вы использовали контейнеры, у вас были. И контейнер — это некое вместилище. Как контейнер для еды, так и здесь контейнер у нас для каких-то элементов. Родительский контейнер, который предполагает, что имеет свойство DisplayGrid, либо InlineGrid. И этот контейнер может управлять своим содержимым. То есть, у него есть какое-то количество строк, какое-то количество столбцов, и в нем лежит какое-то количество элементов по-разному расположенных. Разные ширины, разные высоты. И, в принципе, на уровне контейнера можно очень много чего настроить. Опять же, в последующих уроках мы будем смотреть на живых примерах, но даже в конце этого видео мы один небольшой пример посмотрим. Контейнер. Что приятно, мы видим, что у нас сразу на уровне контейнера вкладываются элементы этого контейнера. То есть, нам не нужна такая сущность, как ряд. Нам не нужен row, как, допустим, это было в четвертом бутстрапе на флексах. Когда идет контейнер, внутри контейнера уже ряд, уже в ряде используются какие-то айтемы, то есть, некие единицы. Код айтем — это как раз следующий элемент. Айтем — некий элемент, вложенный в контейнер. Здесь в примере приведен также саб-айтем, так как под элемент. Но в данном случае он у нас никак не относится к контейнеру напрямую. То есть, контейнер будет влиять своими настройками именно на своих прямых потомков, то есть, на все то, что на один уровень вложения в нем, и уже сможет задавать им какие-то размеры. При этом сами эти айтемы, они также могут иметь определенное количество грид-свойств, которые также будут влиять на их местоположение в общей системе координат и прочее-прочее-прочее какие-то вещи. Грид-лайн — некая линия. Это концепция та, от которой на самом деле все будет отталкиваться. Здесь вопрос некой математики. То есть, визуальный грид очень похож на таблицу, хотя это далеко не таблица, это просто некая сетка, по которой дальше мы много чего будем делать. Нам важно уметь с этими линиями обходиться. То есть, линия, она не обязательно будет рисоваться, нам не нужно рисовать линии, чтобы с ними работать, но когда мы прикидываем макет, более-менее мы должны представлять. То есть, грубо говоря, вот в этой а-ля табличке на 6 ячеек у нас есть 3 вертикальные линии и 4... точнее, 4 вертикальные и 3 горизонтальные линии. Это важно, потому что мы будем считать. То есть, грубо говоря, если мы возьмем вот эту ячейку, то она располагается от номера 1 вертикальной линии до номера 2 вертикальной линии и от номера 1 горизонтальной линии до номера 2 горизонтальной линии. Если мы будем брать большую область, то тоже это определенная математика, поэтому всегда мы в голове можем прикидывать 1, 2, 3 по вертикали, 1, 2, 3, 4 по горизонтали. Если нам нужна вся вот эта область, то мы тогда прикидываем, что у нас по горизонтали это расстояние, начало, грубо говоря, от линии 1, конец линии 4. По вертикали начало линии 1, конец линии 2. С линиями опять же предстоит работать, поэтому будем иметь их в виду. Ячейка. По сути, ячейка это расстояние между двумя соседними линиями, либо между соседними линиями, столбцов или колонок. Некое пространство, некий единый блок сетки, но это не обязательно, что это элемент. Элемент у нас может занимать несколько подобных ячеек, может много этих ячеек занимать. Бывает по-разному. Некий трек. Грид трек. По сути, это пространство между двумя соседними линиями сетки. По сути, если так проще говорить, это либо строка, либо столбец. В данном случае это строка. Да, выделенная желтым цветом, просто строка. Некий трек. И уже трек определенным образом может быть использован. Ну и область. Да, у нас небольшая сетка на 6 ячеек, и область может как раз собой представлять набор из наших ячеек. Это может быть большая область, это может быть одна ячейка, тоже может быть областью. Это может быть их какое-то большое количество. Что приятно, эти области достаточно гибко могут быть управляемы. Например, в грид.css области можно дать имя, и обращаясь по имени, можно ее располагать в том или ином порядке на странице. Ну, как бы это отдельная тема, мы до нее, конечно же, еще тоже доберемся. Итого, у нас терминов вышло немного, у нас есть контейнер, у нас есть item, единица этого контейнера, у нас есть линии, которые мы условно нумеруем, у нас есть ячейки, у нас есть треки, столбцы, либо строки, и у нас есть области. Ну и коротко, коротко о преимуществах. Про первое я уже сказал, у нас нет необходимости использовать дополнительный контейнер row. То есть по разметке у нас более чистая история получается. Ну и для того, чтобы начать использовать грид.css, нам достаточно всего три строчки. И мы сейчас посмотрим этот пример, потому что на самом деле этого достаточно. Ну, собственно, вот примерный результат того, что мы видим. Это набор ячеек, определенным образом расположенных. И по коду, если посмотреть, то что это? Есть в боде всего-навсего один див с классом грид. Класс, как вы понимаете, может называться как угодно. И внутри него лежат, ну, вот такие блоки, да, дивы с каким-то набором рыботекста. Даже у них класса никакого нет. И у самого вот этого контейнера, который здесь назван, грид, идет дисплей грид. То есть, все содержимое будет подвержено правилам сетки. И дальше идет два правила сетки. Одно говорит о том, что у нас будут, что у нас есть некий шаблон для колонок. Про ряды здесь ничего не говорится, но говорится про то, что у нас будет шаблон для колонок. И у него есть некое правило. Мы не будем сейчас его подробно разбирать, потому что отдельно нужно разбирать эту команду, отдельно нужно разбирать эту команду, эту команду, и даже вот эту единицу измерения, которая называется фракцией. Мы пошагово их разберем в последующих видео, чтобы нам понимать, с чем мы работаем. Нам просто сейчас важно для красоты, да, что у нас есть всего-навсего одна строчка, которая дает нам очень много всего. То есть, грубо говоря, даже вот эта запись, это просто расстояние между этими ячейками. Да, грид, гэп, да, гэп, оно же расстояние. Это вот просто удобство добавить расстояние между ячейками. Оно может быть расстоянием по горизонтали отдельно прописано, оно может быть прописано отдельное расстояние по вертикали. Это тоже мы будем рассматривать. Кроме того, есть и короткая запись просто гэп, которая тоже будет работать, да, то есть это такой более современный подход, использовать именно просто надпись гэп. Более того, буквально на днях, буквально на днях, видео записывают 9 мая, буквально на днях хром, точнее хромиум, заявил о том, что гэп, теперь, ну, по сути, де-факто стандарт для использования грид гэпа. Но, кроме того, гэп, это теперь штука, которую можно использовать и с флексами. То есть, раньше такой возможности не было, но вот начиная вот май, 7 мая 2020 года, начиная с этого дня в новой версии Google Chrome, точнее, пока что хромиум, потом это будет уже и версия Google Chrome, будет поддержка свойства гэп для флексов. Понятное дело, что поначалу такая поддержка будет не очень широкой, мы можем здесь прочитать, что она есть у Firefox, в том числе и для Android, для мобильного, но теперь она будет и у Google Chrome. Вот, ну, собственно, отдельная история, можно почитать по адресу web.dev flexbox-gap. Вот, но, это такое отступление. Вот это короткая запись гэп, то же самое, что grid-гэп, уже, можно сказать, вроде только все появилось, а уже немножко устаревший формат записи для ячеек. И на выходе мы по этим трем строчкам, да, вот на это можно не смотреть, это просто, чтобы они цвет приобрели и пэддингах внутрь с закруглением, да, основная магия происходит здесь. Мы получили сетку, причем она адаптивная. На большом экране у меня выстраивается одно количество, если, соответственно, я выберу телефон, у меня аккуратненько блоки все будут друг подружкой расположены, ну и так далее, в зависимости от размеров устройства, у меня будет подстраиваться содержимое. И это всего три строчки кода, все выглядит аккуратно, есть расстояние между ними, да, где никаких лишних пробелов нету, то есть специальная технология для сетки, которую будет очень приятно использовать, но об использовании более подробно мы поговорим в следующих видео, а на этом вводном видео все. Я напомню, что меня зовут Михаил и подписывайтесь на мой канал, я стараюсь простым языком рассказывать о сложных вещах в веб-разработке на самые разные темы. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok